всем привет сегодня расскажу об одном своем очередном разочаровании их много было у меня как и у любого человека и думаю что их еще будет немало к сожалению как впрочем и прекрасных открытий и изменений собственного мнения в лучшую сторону в этих перепадах мнений и представлений и заключен наверное тот пульсирующий нерв жизни который делает ее захватывающей интересной и прекрасной джонни лэнг какое прекрасное было начало да видать слишком рано оно началось не дало возможности получить образование и шире посмотреть на мир а соответственно не дало возможности научиться критически смотреть на самого себя и уходить от шаблонов в том числе и от шаблонов публики сформировавшие представление о тебе и твоем творчестве и требующие от тебя одного и того же что когда-то у тебя хорошо получилось надо безжалостно ломать эти стереотипы и свои и чужие вот постоянная задача думающего человека и музыканта иначе забвение и презрение или что еще хуже жалость и сожаление джонни лэнг очень рано проявил свой талант как блюзмен в 12 лет он уже играл в профессиональном коллективе в 14 вышла первая его пластинка смогин разошедшаяся тиражом в 25 тысяч экземпляров в 16 лет вышел альбом лай туми который на мой взгляд и остался вершиной его творчество заглавный трек этого альбома попал в активную теле и радио ротацию в билбордовском чарте new artist за 1996 год альбом занял первое место и в том же году журнал guitar world присвоил лэнгу звание лучшего нового гитариста затем от ритмичного и современного блюз-рока его потянуло к балладности и религиозности то есть потянуло к поповщине как и любую темную и необразованную личность в 2006 году он получает грэмми за лучший госпел альбом и семь лет спустя выпускает еще один альбом религиозного характера вот так из живого и перспективного музыканта он превратился в заунывного церковного певца что и подтвердил его московский концерт 6 июня 2019 года честно говоря я пришел на московский концерт чтобы услышать те его прекрасные песни с альбома 23 летней давности но услышал только примитивные церковные госпеловские завывания которые так нравятся американским мормонам даже тот знаменитый хит лай ту ми он умудрился опростить примитивизировать и кастрировать удалив из него былую прекрасную ритмику и электронику и ему в этом очень хорошо помогали музыканты и звукорежиссер какого-то любительского пошиба уровень которых оставлял желать лучшего все это и по звуку и по технике исполнения и по антуражу и по поведению на сцене очень сильно напоминала сельский церковный клуб где-то в аризоне придя на его московский концерт я по наивности еще надеялся хотя бы местами увидеть и услышать того веселого и живого паренька 23 лет недавности но его больше нет он там и остался в 1996 году а здесь мы услышали госпеловские завывания взрослого мужика пользующегося остатками своей былой славы и выступающего под аккомпанемент любительского музыкального коллектива но он еще молодой ему только 38 лет поэтому у него еще есть возможность одуматься и вернуться на столбовой путь развития современной рок-музыки современными битами звуками манерой пения и конечно же с профессиональными музыкантами они сельскими энтузиастами любителями из церковно-приходской школы но если он будет продолжать том же духе то скоро растеряет последних поклонников надо поворачиваться к публике лицом они задним местом и играть актуальную современную музыку это касается и многих наших рок-музыкантов которые уходят в себя и начинают играть всякую заумную и скучную муть но при этом зависливо осуждающие веселую не унывающую и ритмичную попсу которую с удовольствием слушает публика вот такие мысли вслух всем пока вау ащук эсдэ пишет вам эссе жизни рок-эр-роу вау ащук эсдэ